По-прежнему, любовь на расстоянии, любовь до востребования волнует нас. И мы приветствуем Карину Разумовскую, актрису театра и кино. Карина, доброе утро. Доброе утро. Карина, здравствуйте. И я думаю, что эта тема, наверное, и вас волнует, потому что профессия предполагает всё время какие-то разъезды. Поделитесь опытом, что самое сложное вообще в любви на расстоянии? Самое сложное, конечно, доверие в данной ситуации. Потому что первое, что тебя начинает грызть изнутри, это что же он там делает сейчас без меня. То есть я-то тут работаю, понятно, а о чем занимается, вообще не ясно. Ну и, в общем, относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. Вот здесь вот это самое главное. То есть если ты работаешь, значит, он тоже работает. Вот это как-то надо себе в голову постараться внедрить, и тогда всё будет хорошо. И не проверять. Нет, не надо. Доверяй и не проверяй. Моя любимая тема – тема гаджетов, вы уже понимаете. А, конечно. Как вы используете это, как-то вообще не помогает это? Слушайте, да, вы знаете, главное, это рождает какие-то такие интересные, стуки, то есть начинаются не просто смс-ки, а смс-ки в стихах. Скайп, вы знаете, я для себя открыла, наверное, месяц назад. Для меня случилось это большое открытие. А я увидела на экране своего айпада знакомое лицо. Это меня вызвало колоссальный восторг, и я теперь, наверное, тоже буду этим пользоваться. Вообще, знаете, у меня папа моряк. Я дочь моряка, собственно говоря, и моя мама вот та самая ассоль, которую я ждала на берегу. И вот раньше одна телеграмма в месяц – это был такой праздник. Просто у мамы как-то вот-вот, он есть, он там где-то ходит по морям, океанам, но он про нас помнит. Вот тогда было действительно труднее. А сейчас, мне кажется, всё очень просто. Ты видишь, слышишь, постоянно. Ну как ты видишь, слышишь, может, постоянно, любую секунду. А тебе захотелось, ты позвонил, набрал, услышал любимый голос. То есть такой эффект присутствия, что в какой-то момент вы даже не понимаете, что вы на расстоянии? Да, мне кажется, да. Карина, а вот смотрите, как быть с поклонниками? Соответственно, вы говорите, я доверяю и не проверяю. А ваша вторая половина, вот как ей быть? То есть она тоже доверяет и не проверяет? Или как-то контролирует, что у вас там, сколько поклонники подарили цветов? Серёжа пытается высказать, были ли у вас скандалы на этом. Я понимаю, на что вы мне выводите. Я про другое подумал, что Серёжа, так сказать, почву прощупывает перед атакой. Да нет, но я думаю, что моя вторая половина мне так же доверяет. Поклонники как? Они, конечно, и здесь одолевают, точно так же, как и в других городах. И чего-то там присылают, угрожают даже бывает. Но что делать? Зато у меня есть всегда за кого спрятаться. Если что, говорю, вот поклонник ко мне пристаёт, пишет страшные письма, угрозы. Защити меня, пожалуйста. Подождите, но неужели, правда, не было никаких опасностей для таких отношений на расстоянии? Потому что всё-таки с какого-то момента, когда нет рядом близкого человека, ты сначала страдаешь, потом ты просто печалишься, а потом ты начинаешь жить своей жизнью. Ну, там, момент отвычки и так далее. И вот не было ли у вас каких-то искушений посмотреть на кого-то другого? Ну, вот такая я бестактная. Ну, я не знаю. Видимо, что со мной что-то может быть не так, но не было, правда, не было. Я приезжаю куда-то, и я работаю. Вот всё, что я делаю, я работаю. У меня, нет, я же, ну что я могу сказать честно, я там целуюсь с другими мужчинами в кадре, да. Что делать? Ну, я это и здесь делаю тоже, в Санкт-Петербурге, на сцене и в кадре. Ну, профессия такая есть, Родина защищать, вот тут чего. С мужчинами целоваться, с мужчинами целоваться. А кому сейчас любят профессии? Ну, кому защищать, кому целоваться. Это две разные профессии. А скажите, а когда вот вы, есть же такой миф, или не миф, наоборот, что когда вы после паузы возвращаетесь, там, ух, просто искра какая пробегает, и всё это к лучшему, все эти расставания и паузы. Когда вот вы возвращаетесь? Да, безусловно, конечно, это же сразу фонтан эмоций и всего. И, в общем-то, в принципе, это хватает до следующего твоего отъезда, потому что я уезжаю достаточно часто, и поэтому всё время такое, знаете, бурляющая какая-то масса. Мне кажется, это здорово. А вот, знаете, в Твиттере, кстати, написал Николай Варламов на «Утро на пять» Твиттер у нас. Если в течение короткого времени не съехаться, например, в течение года, в основном всё заканчивается. Сам был свидетелем раза четыре. Да, это... Мне сейчас хочется у Карина узнать, может быть, знаете, есть такой случай, а вот моя подруга рассказывала. Одна моя хорошая знакомая. У вас такие случаи, да, хорошо, не про вас. Не приятно, но про знакомых, правда, много таких историй, тем более актёрских историй очень много, да, и... Ой, да, неприятно. Нет, а потом мы говорим тоже, вот мы говорим о ваших отношениях, когда вы из одной точки разъезжаетесь в разные, да? Но ведь есть как раз другие отношения, которые, ну, они в разных точках существуют. Существуют, да. Да, и вот как им быть, к чему стремиться-то, к этой общей точке, или вот это вяло текущее может на годы растягиваться в состоянии? Ну, конечно, это бессмыслится, мне кажется, если вот эти вот вяло текущие... То есть всё равно надо либо уже что-то решать, я понимаю, что каждый там хочет самореализоваться, поэтому, скорее всего, находится в разных точках, но либо вы вместе, либо вы занимаетесь карьерой. То есть там, допустим, два месяца, я понимаю, полгода, год, я понимаю, но потом, ну, надо как-то кардинально... Кто-то к кому-то должен приехать. То, о чём говорила Наталья Толстая, то есть должен быть какой-то дедлайн, конечный некий срок. А? Ну, да. А? Я просто знаю несколько, по крайней мере, не скажу, что много, несколько таких случаев, когда в актёрской среде жена следует за мужем. Да. Жена, не имеющая, так сказать, к актёрской професе прямого отношения, но она каким-то образом пристраивается, просто чтобы вот... Быть замужем. Может, это вариант? Это вариант, ну, знаете, я знаю такую историю, даже у нас есть такая замечательная артистка Маша Игнатова в Большом драматическом театре, где я служу. Она работала в Ленкоме, а муж был здесь, в Санкт-Петербурге, она оставила всё, оставила Ленкому и приехала сюда за ним, потому что какой-то момент стал невозможным. И всё чудесно у них, и работа здесь оказалась, нашлась по душе, и всё случилось хорошо. А когда вы вместе, тоже всё помогает. А всё-таки кто... А, да, а кто, как вы думаете, вот легче переносит разруху... Разруху. Разруху. Разруху отношения. Разлуху. Женщины или мужчины? Разлуху легче, мне кажется, женщины всё-таки, да. Более гибкая психика. Ну, да, да, да. Мне кажется, мы так умеем лавировать. Я то ли слышал, то ли читал, что вы начинаете сразу плакать, менять платки какое-то время, и всё это легче выходит. Конечно, сгружает сразу. Всё, всё, мы всё выпускаем. И понеслось дальше. А тут сомнения мучили. Вы перегораете, внутри себя переживаете и... Ларуш Букона написал в Твиттер, сам Ларуш Букон, конечно, да. Разлука для любви, что ветер для огня слабую, а она гасит, большую раздувает. Ты сейчас забыл или раздул? Просто выдохнул, просто выдохнул. Спасибо, Ларуш Букон. Спасибо большое. Это безусловно, но ещё большое спасибо Карине Разумовской, что были в нашей студии, участвовали в нашем разговоре. Спасибо, удачи вам в ваших отношениях. Спасибо большое. И всего доброго.